Я вас всех приветствую! Я буквально недавно вернулся из очередного своего приключения. Кстати говоря, вы его, естественно, скоро увидите на экранах. И вот там меня посетила одна мысль. А почему бы не сделать еженедельный, внимание, небольшой проект, посвященный снаряжению, предметам, тем которые я использую, возможно, каким-то способом необычным использования тех или иных предметов. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что все те предметы, которые я использую, они именно для меня максимально удобны. Они для меня решают ряд задач, которые стоят передо мной, опять же таки. И это мое снаряжение. Вы знаете, у каждого человека может быть, естественно, в своей среде свое снаряжение, правильно подобранное под те или иные ситуации пребывания. Также хочу обратить ваше внимание, что я основываюсь на трех основных таких, знаете, столбах и принципах, вообще вот в своих каких-либо движениях. Один из первых таких важных моментов, это здоровье психологическое, но физическое, понятное дело, и психическое здоровье. То есть адекватный здоровый человек способен справиться с определенными задачами и адекватно их правильно решить. Второе, это опыт. Что пережитые физическим путем. Это тоже немаловажно, потому что знание и опыт это немножко разные вещи. Знать можно, а применять и уметь это делать, но не у всех получается. Ну и третье, это снаряжение. То есть это все то, что сопровождает меня в моих приключениях. Конечно же, вы скажете, что это, например, там неправильно. Дело в том, что для тех условиях, в которых я нахожусь, этот предмет является наиболее оптимальным. Возможно, конечно, есть варианты. Но вы, когда задаете вам, например, вопросы, что лучше, топор или мачете. Вы знаете, с мачете, например, в тайге, конечно, можно справиться с целым рядом задач. Но есть нюансы. Или, например, с топором в джунглях. Пробираясь через какие-нибудь суровые заросли тростника, вы мажете топором и получаете отличную такую физическую нагрузку, но при этом не решаете основную задачу. И посему я как бы в этом проекте планирую разбирать вот эти вот детали, нюансы там и так далее. Потому как, например, в проекте инструкции или в проекте дзен, вы, возможно, не успеваете понять до конца вот функцию того или иного предмета, мое отношение к этому предмету. Вы лишь видите использование его, но, естественно, у вас в голове формируется куча вопросов. Вот и в этом проекте я их планирую как бы и освещать. Даже, кстати говоря, название придумал. Представьте такое название. Адаптер про костер или адаптер про такой-то узел или адаптер про очки или адаптер про нож. То есть также, возможно, это будет речь идти о не только предметах, а, возможно, и каких-нибудь правильных поведенческих моментах, которые я также буду разбирать. Да и, в принципе, это адаптер про жизнь. Так что, внимание на экран. Скоро увидимся. Всем привет! Адаптер про часы. Конечно же, я не успею за этот короткий промежуток времени рассказать про все часы, возможные, невозможные и так далее. Я, возможно, просто пробегусь вкратце о некоторых моделях и нюансах, которые возникли на протяжении вот всего периода моего использования различных часов. Конечно же, это еще раз повторяю, не единственная сейчас программа будет посвящена часам. Будем еще продолжать там и так далее. Итак, часы, которые я уже ношу более чем 15 лет, это серия Casio Pro Trek. Я два раза всего лишь поменял ремешок. Ремешки у них получаются пластиковые, то есть прорезиненные, пластиковые. Достаточно удобные в том плане, что они не воняют при длительном использовании напрямую, когда они контактируют с рукой. И также, в принципе, за счет этого именно ремешка можно их использовать поверх одежды. Я не люблю, когда одеваю куртку, свитер, термуха, часы носить под этим всем, потому как для того, чтобы посмотреть время, нужно отгибать всегда манжет и заглядывать на часы. Поэтому размещаются они у меня всегда вот так. Есть нюанс, который позволяет, например, защищать эти часы. Это утопленное получается стекло в глубину, то есть поверху получается такая металлическая пластина, кстати говоря, которая является еще и светоконцентратором солнечной энергии, получается, солнечного света на сам элемент солнечной панели, которая находится по ободу этих часов. Без этого, естественно, как был не такой как бы усиленный вариант воздействия солнечного света на солнечную панельку. Честно говоря, не понимаю часы со сменными батарейками, потому как каждый раз, влазя в корпус, там через два даже года, три-пять и так далее, вы все равно нарушаете их герметичность. То есть, как и часовые мастера говорят, что, ребята, уже один раз вскрыв заводскую правильную конструкцию, они уже подвергаются определенному такому, возможно, какому-нибудь там проникновению влаги или пыли. Возможно. Есть еще часы, которые я достаточно часто использую в своих путешествиях. Это вот такие вот ориенты, которые полностью, у которых, вернее, полностью циферблат светонакопительный. То есть, они один раз засветившись непосредственно хорошим источником света, они дают очень хороший свет. Во-первых, ими можно подсвечивать реально буквально. Вот. И через даже несколько часов на них четко отображено время. Единственное, что я сразу говорю, я покрасил стрелки. То есть, черный цвет, потому что они тоже были из светонакопительной краски, как бы и тоненький черненький ободок. Ну, не очень удобно. Но, опять же таки, механика. Механика, да, хорошая, все замечательно, то есть, живая, да. То есть, есть такое ощущение, что вот вы в часах, вот вы живете, и часы живут вместе с вами. Вы остановились, и часы, типа, остановились. Но механика все равно в жестких каких-нибудь там условиях, она может прийти в негодность. Потому что это механика. То есть, какой-нибудь удар, и уже смещение каких-нибудь там элементов механизма, и уже все. Ремешок, который я использую вот на этих часах, я сразу заменил. То есть, здесь был металлический ремешок, который, кстати говоря, не регулируется, который в мороз абсолютно ледяной, да. То есть, он не создает какого-то комфортного ощущения на руке. Очень часто могут цепляться еще этим ремешком за волосы. Ну, короче говоря, такое дискомфортное состояние. Заменил бы вот на такой вот шлеевой ремешок. Но есть нюансы. При длительном использовании, если их, условно говоря, не стирать, он набирает запах, если носить близко к, ну, непосредственно, на самой коже, то набирается временем запах. Прочность его достаточно такая, серьезная. И еще один такой момент, если одна из даже шпилек, вот на этих часах, за которые крепятся ремешки, она отломается, то они не спадут с руки, потому как на второй шпильке они также закреплены нормально. То есть, при наличии даже одной шпильки часы никуда не исчезнут. Если рассматривать часы вот такие, например, вы многие знаете такие часы, это даже не часы, это гаджеты. Гаджеты, которые коннектируются с вашими там смартфонами и так далее. У них, конечно, тоже много миллионов там функций, возможность проверки звонков там и так далее. Заряжаются удобно, все. Но если они, опять-таки, не защищены, как здесь мы четко это видим, что стекло находится на уровне корпуса, это означает, что они будут очень сильно и постоянно царапаться. То есть, повреждаться стекло. Честно говоря, я не использовал еще такого план часы в своих каких-нибудь вылазках, но планирую это сделать вот, например, вот с такой вот моделькой. Обязательно в ближайшее время я хочу протестировать и понять вообще ее функционал, возможности. Это абсолютно черно-белая модель, вот. Проверю, как она вообще коннектится с смартфоном и насколько она действительно удобна и полезна. Ну и, опять же таки, есть нюанс, у нее тоже стекло находится на уровне корпуса. Данные часы, если вы принесете часовому мастеру, он вас пошлет. Он вас пошлет туда, где вы их покупали, потому как это не часы, еще раз повторяю, это гаджет. С точки зрения использования его в экстремальных условиях, да, есть модели, которые позволяют именно так с хорошей защитой IP68 погружаться с ними и под воду, и бросать их в грязь, и они могут роняться там и так далее. Но, честно говоря, пока еще не использовал. Есть еще один момент в вернее, нюанс в часах, то, что если часы высокие, то есть такие грубые, знаете, вот есть разные такие модели, они вроде бы красиво, они такие именно смотрятся так брутально, так и на руке отлично висят, но есть момент, когда их одеваешь именно под одежду, они категорически мешают. Даже когда ты одеваешь шлейф рюкзаков, там что-нибудь, где-нибудь лезешь, там и так далее, они всегда цепляются, то есть они всегда выпирают и создают определенный дискомфорт. Наверное, все. Вот, хотел бы еще сказать, что функционал вот этих часов я использую не по полной программе, то есть я пользуюсь будильником, у меня всегда он стоит на 8.08 утра, пользуюсь также ежечасным сигналом, ну то есть как бы раз в час, они мне дают понять, что ого, уже прошел час, надо двигаться. И пользуюсь еще такой, как бы, штукой, как давление, то есть измерение давления, для понимания вообще текущей погоды. Еще есть удобная функция в них, которая мне очень действительно нравится, это включение подсветки в момент поворота часов на руке. То есть для этого не нужно пользоваться второй рукой, для того, чтобы посмотреть в темном каком-нибудь пространстве время. И честно вам говорю, что по большому счету часами можно и не пользоваться, потому как, например, у вас на том же телефоне, который я знаю, что есть уже у всех, естественно, потому что все это важный элемент. Есть часы, то есть это не тот предмет, который вот обязательно, хотя опять же таки в зависимости от того, чем вы занимаетесь, например, дайвингом каким-нибудь там серьезным, где нужно там четко понимать по минутам расход кислорода, или вы занимаетесь какими-нибудь там еще процессами, где требуется время и постоянный контроль времени, конечно же, часы нужны. Но зачастую в таких обычных походных каких-нибудь движениях, действиях, это как просто такой лишний элемент. И всегда можно поменять на бусики, на золото, в принципе, если вы попадете где-нибудь каким-нибудь аборигеном. Наверное, вот так вкратце про часы адаптер. Всем спасибо, скоро увидимся!